Добрый день, друзья! Дачная карате вас приветствует! В очередной раз давненько не виделись с прошлого года. Не знаю, удастся ли мне продолжить эту передачу, но попробуем хотя бы одну снять. Вот посмотрим, что у меня на площадке изменилось. В общем-то, ничего особенного. Стоячая груша как была, так и осталась под козырьком. Дальше там, вдали, вот он, висит боксерский мешок. Вот здесь для низовых ударов такой старый мешок, висит несколько уже побитый. И появилось еще сооружение. Вот это, это стенд для метания ножей. Но он пока еще не доделан. Тяжелый нож, когда туда втыкается, то начинают провалиться недостаточно плотно притянуты между собой эти бруски, потому что старый брус использовал, который уже такой полусгнивший, часть там выбросил, то, что удалось. Все сложил вместе, и вот получился этот стенд. Ну, когда доведем до ума, то начнем туда кидать почаще ножи, может быть, какие-то другие предметы. А пока, ну, всегда начинаем с элементарного, всегда говорим об элементарном. Ну, может быть, людям хочется какие-то рекордные антроша здесь, чтобы я выполнил там сальто, удар в прыжке. Все это ерунда, конечно. Элементарные вещи – это простейшие ударные комбинации и простейшее боевое применение. Ну, одно дело, когда вы выходите в ринг, если вы боксер или там по боксерским правилам собираетесь сражаться. Тут судья есть, судьи, правила и так далее. И другая ситуация боевая, когда на тебя набрасываются там несколько зверьков, как вот недавно пляжная ситуация в Сочи, там вот слишком себя повел самоуверенно самбист, самбист, кандидат-мастера, это очень хороший уровень, ну, он решил, что он может справиться один там с и тремя, с пятью. В общем-то, в таких случаях при публичном конфликте обычно люди рассчитывают, что вокруг окружающие как-то вмешаются, то есть не позволят там смертоубийством заняться. Но у нас оказалось, что вот так целый пляж, который должен был бы просто этих зверьков утопить прямо здесь же и тут же закопать прямо в песок на глазах у всех, этот пляж остался безучастным. Избивали человека, он там в конфликт вступил, конфликт вполне понятный и так далее. Но на него набросилось там четыре-пять больше человек там палками, арматурами завалили и избили до реанимации. Да, вроде человек был подготовленный. Нельзя быть самоуверенным. Несколько, вокруг тебя несколько зверьков. Что ты не понимаешь, ты ударил одного, остальные набросятся, как свора. Ну тогда надо сразу убивать. Сразу убийственные удары, которые ну хотя бы выключают, да. А так просто вяленько ударить и надо сразу воевать против всех, а не против одного. Одного там вырубил, а другие что будут стоять смотреть, по-вашему? Нет, зверское дело, оно такое, это стаи, они по-другому не могут. Один на один никогда не бывает у них. У них они вступают в бой только когда есть заведомый перевес. И второй момент, если вы видите эту кучу зверьков, то вы одними кулаками с ними собираешься сражаться. Ну, конечно, это ерунда. То есть вы сразу же должны увидеть какие-то предметы вокруг себя, которые должны использовать. Камень, кирпич, палка, арматурина, все что угодно. Ну, тут если вы с арматурой, один против нескольких еще какие-то есть шансы, даже если у них арматура. Ну, побояться в башку получить арматуренный, да. Будут заходить со спины и так далее. Надо видеть все поле боя, да. Вот это локальное поле боя, где вам надо отстоять свои честь и достоинства, защитить в конце кого-то. Потому что вы должны видеть и тех, кого защищаете, и тех, кто на вас нападает. И понятно, что есть тактический прием, что ты не должен стоять посреди толпы. Ты из нее должен выйти, ты должен на одну линию поставить своих противников, чтобы они друг другу мешали. И все время атаковать одного, когда второй тебя не может атаковать. Когда их несколько человек одновременно атакует, ты не отобьешься. Из этой точки надо выйти. Надо, ну, по крайней мере, уйти вниз, чтобы пытаются по голове ударить. Ушел вниз, ближе к одному, дальше от другого. И эти уходы, это умение, которое нарабатывается, конечно, не одномоментно. Но уж надо понимать, что раз, сразу в сторону. Не то, что ты стоишь на одном месте. Надо выйти на одну линию. Здесь один, его вырубил, а дальше другой стоит. А если тут, то, ну, как бы уходите, уходите с этой линии. Простейшие вещи, одну простейшую вещь хочу сказать, что есть эффективный удар ладонью. Ну, есть просто пощечина вялой рукой. Это так, это оскорбление или обозначение, что ты оскорблен. Это не боевое применение, да. Есть удар ладонью в район уха. Очень эффективный, оглушает, да. Тогда рука должна быть напряжена как при ударе кулаком, так и при ударе ладонью. Жесткий удар двумя ладонями, да. То есть, ну вот, взорвавшись, придурок, вот он подошел близко. Если он далеко, ну, не дотянетесь вы, он начнет уходить. Или как-то его надо отвлечь. Удар ногой, да, удар в ухо, да. Ногой в пах и пару раз по ушам хорошо. Мотнул голову в одну сторону, мотнул в другую. По ушам, ладонью, жестко. Да, если вы сильно хлопнете со всей силы, вы поймете, что это удар будет здоров. Я думаю, сейчас будет видно, да. Если это удар такой. Ну, это кулаком то же самое. Кулаком такой же, такой же по жесткости удар. Еще раз попробую. Так, чтобы было видно. Да, вот он. Ну, и бить, конечно, надо не пальцами, а основанием ладони. Сейчас мы немножко пониже поставим, чтобы можно было подальше отойти. Вот. Еще раз, жесткая, жесткая ладонь. Вот, отвлекающий какой-то маневр. Ну, типа удар по ноге. Раз, бам! И вот эти можно свалить, да. Или двумя тоже отвлекающие маневры. Жестко с двух сторон. Ну, надо попасть, постараться попасть по ушам. Чем хорош этот удар? Он прилипает, так же, как боксерская перчатка. Чем бокс опасен? Ну, потому что вот эта перчатка, она трение имеет, она большая и прилипает. Куда не попадешь, удар состоялся даже в затылок. Кулак, открытый кулак, он соскальзывает. Очень часто. Вот, там, в челюсть, раз, и он прошел. Чуть в сторону человеку, убрал голову. А перчатка прилипнет, она все равно сделает свое дело. Поэтому ладонь, это вот имитация большой поверхности. То есть, это работа на наукаутирующее действие. Височная кость, самая тонкая, и удар в височную кость, если он сюда направлен, будьте уверены, что при хорошей постановке с ног человек улетит. Добавлю к этому, что есть, конечно, не только удар в ухо, удар в челюсть, даже удар в корпус. Вот удар в корпус. Единственное, что надо понимать, что вы можете пальцы себе сломать, если вы не рассчитаете движение. То есть, если у вас удар придет сначала пальцами, а потом начнете выгибать. Если вы попробуете по грушу побить, то вы почувствуете, что есть ограничения при вот этом удару. Он очень хорош, очень. Особенно снизу вверх в челюсть прилипнет, и так голову можно, если еще чуть-чуть сбоку, то голова пойдет так, что мало не покажется. Вот удар ладонью, один из таких, который можно тренировать и который имеет боевое применение в любую часть. Пах, там удар, да, в корпус, солнышко, бам. Там, уверяю вас, не менее эффективно, чем попасть туда кулаком. Вот. То есть, вниз, в среднюю часть, боковой, прямой, пощечина. Все проходит, все очень мощно. И в миксфайте зачастую используют некоторые бойцы. Хороший удар, его надо знать. Надо знать. Теперь по поводу простой комбинации левое-правое, да? Ну, простейший боксерский прием, да? Удар левый, удар правый. От левого человек пошел дальше, и поэтому надо сразу понимать, что второй удар должен идти дальше, чем первый. Ну, от удара не будет человек стоять на месте. Он либо в бок пойдет, либо назад. Ну, чаще от этого удара, от прямого, пытаясь уклониться, идут назад, значит, должен пойти правый дальше-лево. Поэтому, если вы тренируете на груши, то вам нужно этот, вы как будто промахиваетесь, а вот этот уже попадаете. Чуть в нем от хороших ударов полез вверх, да? То есть, вот вы, а дальше вы должны попасть. Здесь вы не попали, а здесь должны попасть. Обязательно. То есть, чувствовать, что второй удар дальше первого. Это обязательно надо тренировать, чтобы вы не ударили так, а второй еще короче. Этот промахнулись, еще и этот промахнетесь. То есть, надо выносить плечо. Выносить плечо дальше. В конце концов, с этого удара можно начинать и пробивать следующий, да? Раз, два, да? Мощно движетесь, то есть, первый удар пугающий, а второй еще с шагом. Удары с шагом. Тоже, если площадка открытая, то надо практиковать удары с шагом. То есть, не просто вы встали около груши и начали ее молотить. Нужно в движениях все это наносить, перемещаясь на ногах в сторону. В конце концов, если несколько противников, вам придется это делать. А жизнь так устроена, что как-то вот один на один последние какие-то события криминальной жизни не происходят. Ни один на один не бывает такого. Толпа подонков, инородцев, как правило, приехавших либо с Кавказа, из-за Кавказья, местная этническая шпана, с арматурами и так далее. Один на один, уверяю вас, это исключено в этой среде, исключено. То есть, если вы попали в криминальную ситуацию, будьте уверены, что вашего противника, даже если вы не видите, какой-нибудь там, не знаю, пивной бар, вы там выпивали, кто-то вас оскорбил, не считайте, что вы будете сражаться с одним. Там толпа будет, толпа. Поэтому вырубать надо сразу, и все предметы, которые вокруг использовать, они будут использовать, это точно. Там, в кинематографе вы это видите, играют в бильярд, естественно, ки используют для этого. Шарик в лоб, можно даже не выпуская, а просто в лоб ударить жестким предметом. Это не кулаком, это хорошо работает. Там пивная кружка, не знаю, стол, все, все должно быть. Стул там тоже как-то так стулом можно научиться попытаться, хотя бы попробовать владеть. Вот, как он, как наносить удар или как тычком наносить удар. Как-то в своих предыдущих передачах я это показывал. Вот, первое ладонью, второе раз-два, это дальше, или с шагом раз-два. Дополнили, начали с одной руки шаг задней ногой. Вот то, что у многих не получается, не понимаешь, что движение вперед начинается не с передней ноги, хотя это тоже хороший вариант, но и с задней. Раз-два. И тогда летишь очень быстро. То есть опорная нога ставится ближе, или даже впереди, впереди передней ноги, перешагивая вперед. Не знаю, будет видно, нет, ну вот так. Будет видно, да? Раз-два. И жесткий удар, максимально жестко. Проблема психологическая состоит в том, что вам надо и спокойно, и расслаблено в состоянии вдруг повести себя яростно, для того, чтобы отбиться в бою. Потому что с той стороны ярость есть, если вы остались расслабленным или так, уйди противный. И это не пройдет. Сверх жесткая. То есть и вот какая-то уверенность, что вы каждый удар наносите просто вот как бы сокрушающий. Ну как бы шерсть дыбом должна встать вот от какого-то. У меня, например, там реакция, я уже это заметил на тренировках у меня. Вот мне ударили челюсть там. Ну даже игровой момент так раз-то. Тренер как-то пришел к нам в гости, тренер другой секции. И вот там что-то показывал. Ударил меня. Ну так, это не было ни агрессии, ничего. Что-то показывал, сказал, ну вот надо так ударить. И вот как бы вот это прикосновение к лицу, оно сразу вызывает такой всплеск энергии. И вот на этой энергетической волне надо просто срубать, затаптывать, не останавливаясь. Не то что раз-два, а как он себя поведет. Вот, да, он будет наступать или нет. Может быть и такой тактический рисунок, когда вы хотите спровоцировать движение на себя. Помните, сигал так вот, ну как бы толкнул. И ответный толчок он провожает и ломает руку. Вот, если так, то да. А если просто, а вдруг он не станет, я его стукну раз, и он заплачет и уйдет. Да, он, может, как раз это и будет сигналом для того, чтобы там не только этот зверек, но и все остальные бросились. Для того, чтобы понять, ну вот на вас несется разъяренное существо. Иногда большего веса, чем вы. Останавливающий удар, ну, рукой он сам вас может достать. А вот менее ожидаемое, это когда вы навстречу бьете удар. Да, когда отойду подальше, когда вы навстречу бьете удар. Но эти удары должны тоже энергичные. И замечать расстояние, с которого вы можете, то есть, закрылись и обратно убрали. Если вы на пляже босиком, то надо бить, естественно, не пальцами, а подушечки под пальцами. Это, ну, как вот в землю постучите этой подушечкой. Если у вас подошва гибкая, то вы этой подушечкой постучите. Вот если у вас гибкая обувь или босиком, это тренируется. Это просто так невозможно. Если вы просто кинете ногу, во-первых, и не попадете, дистанцию не промерите, потому что у вас нет базы, наработанной на соответствующее расстояние. Вот, если вы наработали, то быстро, боюсь, что слетят тапки. Вот, поэтому как-то тоже это проблема, потому что вы ударите, а тапок улетит. Вот, прямой удар, раз, два. Если вы уверены, что зверек легкий, пробили и потом добили. То есть вы идете вперед. Бам-бам-бам. Вот тогда вы... Ну, на этом нельзя остановиться. Бам-бам-бам. Он прилег. Бам. Прилег. Бам. Вот. И чуть коленочкой ему на болезненные места. Прижали коленочки. Бам-бам. Пока не вырубится. Вот. И смотреть вокруг. Бам-бам. А там могут еще быть другие. Да? Тоже, если это парное пока упражнение, смотрите. Бам. Назад. Дальше что с ним будет? Он может дальше и лететь вперед. Бам. То есть раз. Бам. Вот я не зря переднюю ногу поднимаю, чтобы весь вес туда вложить. Бам-бам. Это не все. И локтем, да? Если он продолжает на вас наваливаться Раз, два Если он не продолжает Бам, вот он отошел Тогда вот этот перескок Там могут быть разные комбинации Раз, два Перемещение можно левой рукой достать Раз, бам Раз, два Вот так Обязательно включать в финал Если вы разрабатываете какие-то свои комбинации В финальном движении Если вы предполагаете, что вы не отбросили противника И он побежал А предполагаете, что он наоборот лезет дальше Вы бьете, а вот он уже здесь Включайте локти Раз, два Бам, бам Уже здесь вот он Он уже схватил вас за грудки Тащит на себя Вот он тащит Вы навстречу и лепите Даже если промахнулись Он еще раньше времени не просчитал Удар обозначает расстояние А потом вот раз Костяшками И здесь уже удар Ну как получится В челюсть С разворотом руки Без разворота Ладони и так далее Ну тоже прошло Вот раз И дальше Дальше пробиваем А если он бежит Да, вот Я его остановил Он пошел назад И дальше Ногами можно гнать Пока Не окажется, что Можно добивать рукой Ну и еще какая Мысль Во всей комбинаторной работе Это Уход с линии атаки Ну, человек несется У тебя Смахнул И он уже Доступен для того Чтобы Ну там Согнулся Поскользнулся Можно добивать Какими-то простыми Простыми вещами И там Не надо стесняться Бить локтем в спину Вот раз Он наклонился В спину Со всей силы Локтем Нормально пробивается Или в голову Тут голова оказалась Это удары Конечно опасные Ну Так чтобы уж Прямо вот убить Этим ударом Это Надо очень сильно Тренироваться Или Ну человек такой Больной Ну тогда Будете долго судиться Или долго доказывать Следователю Что Вы не так сильно били Чтобы прямо убить У вас Умысла не было Ну Давайте там Его Карту Медицинскую Посмотрим Может он больной был Напросим свидетелей Может у него Припадки И так далее Вот он бросился на вас Вы ему Вы его встретили Локтем Он упал и умер Ну Он же бросился Не вы Вы если Там куча какая-то Вы В одну сторону В другую В третью Там уже Вы не смотрите Кто там набегает Вот Это уже вы Не можете контролировать Вас хотят Хотят Закопать На этом пляже Или на этом месте Отдыха Или Где угодно еще Вы сражаетесь За свою жизнь Это надо всегда Понимать Что Это не кулачный бой Где Упавшего не бьют Нет Здесь Как раз Упавшего И больше всего Бьют Вот Поэтому надо Понимать И как Упавшим быть Как Крутиться Кувыркаться Это уже Там из джиу-джитсу Хорошие очень Комбинации Хорошо бы их знать Там Зацепы Захваты За ноги Там И укусить можно Если что Какая-нибудь Неудобная ситуация Потому что Это борьба за жизнь Здесь все хорошо Если царапаться И кусаться И здесь У противника Нет никаких правил И не будет Никогда Еще раз повторяю Мы живем в ситуации Где Никакого благородства В Уличных боях Просто не существует Вот это Этнические банды Которые Вполне сознательно Ну я не говорю Что напрямую Спонсируются Властями Но власти Опираются на них Чтобы гражданского общества Не было Чтобы солидарности Между вами не было Они создают Безусловное доминирование Вот этих бандитов Они сплачиваются В группы Они нападают Стаей Они всегда нападают Так чтобы Их победа была За ними Сделайте так Чтобы победа была За нами За вами Чтобы ваша жизнь Ваша честь Достоинство Здоровье Были сохранены И ваших родных И близких Не стесняйтесь Брать железный пруд Все что попадется Под руку И бить Просто не Обращая внимания На результаты Потому что В ином случае Результат Один и тот же В лучшем случае Реанимация В худшем Смерть И не только Ваша может быть Но и ваших родных И близких Поэтому сражайтесь Защищайте Родину Защищайте Свой народ Свою семью Занимайтесь Боевыми искусствами Это надо Обязательно Ориентир Иметь на Спортивный зал На хорошего тренера Ну а Дачное карате Вам только Дает Некоторые Направления Мысли И Стимулирует Ваше Мировоззрение В направлении Боевых искусств В направлении Тренировок И Чтобы вы были готовы Потому что Ну где-то 99% Не то что не готовы Они даже И в мыслях У них нет Что они должны готовиться Что они должны сражаться В древности Человек без оружия Это раб Граждане Имеют оружие В современности Оружие запрещено Нам запрещено Ну так бы взял бы Пистолет вынул И застрелил там Трех-четырех Из этих зверьков И вопрос бы Решился мгновенно Но нас разоружили Поэтому Так же как в свое время Японцы стали Самооборону без оружия Развивать И отсюда появилось Каратэ Хотя там тоже Оружие включено А в общем-то С оружием Без оружия Тут Разница небольшая Принципы Практически одни и те же Ну оружием тоже надо Упражняться Тоже надо уметь Это делать Но сейчас Без оружия Поэтому Кулак Локоть Колено Удар там В пах Удар в кадык Вот Для того Чтобы защитить себя Это замена Тому Короткостволу Который каждый гражданин Должен иметь Американские штаты Некоторые Они подтвердили И Верховный суд С ними согласился Что даже открытое Ношение оружия Является Неотъемлемым Правом Гражданина В чем-то другом Наверное Нам Америка Не указ Но вот в этом Вопросе Право на оружие Право на Самооборону Вплоть до Уничтожения всех Ну Была граната Бросил Пять человек положил Все Тебе Награду За Гражданское Мужество Здорово Ты против бандитов Действовал Совершенно правильно Ну У нас Не такое государство Поэтому самостоятельно Нужно как-то вот Выбирать Выбирать свою судьбу Нас никто Не похвалит За то что мы Сохраним свою жизнь Ну Тех может быть Кто Убийцы Бандиты Их может быть И поругают Посадят Ну У них судьба такая А обычным гражданам Надо уметь Уничтожать эту нечисть Когда у нас будет Своё государство Русское национальное государство Тогда Это государство Будет нам помогать В этом И будет уничтожать Мы реже будем Сталкиваться с Этнобандитами И просто бандитами А пока Надо уметь Уметь защищать себя Защищать Свою семью Страну Свою честь Свою жизнь Вот к этому Я и призываю Слава Руси